привет мои дорогие друзья за окном идет дождь делать нефиг самое интересное время чтобы улечься на кроватке включить себе легенькую музычку какую-то какой-нибудь ambient или еще что-нибудь в этом роде ну или кому что нравится например там вверху сердечку кто-то кайфует от нее успокаивает нервы вот и зайти на сайт виолити здесь есть очень интересный такой раздел называется инвестиционные предметы как раз наша тема и тема моего канала посмотрим что же на виолите есть за инвестиционные предметы потому что иногда хочется вот чтобы знаете как бы подкинули какую-то идейку и с этой идейкой переспать так сказать подумать об этом прикинуть стоит не стоит в это вкладываться какая цена и так далее не вот здесь есть такой замечательный раздел как инвестиционные предметы вот 608 предметов и сейчас мы вместе с вами посмотрим на что чтобы можно обратить внимание что же нас так сказать зацепит но золото не очень интересные монеты так есть банковские банкноты из серебра написано 22 доллара почему так дешево не знаю может подставки о слитки есть пожалуйста слитых серебра 100 грамм по 100 долларов 100 граммовые слитки ну 100 грамм 100 долларов это получается доллар грамм сюда как-то многовато да странная цена но не совсем инвестиционный значит предмет так австралия лунар значит 31 1 грамм 100 долларов 2440 долларов но не совсем инвестиционные сейчас невыгодно золото смотреть так есть еще слитки 10 грамм швейцария 13 долларов странно вообще какой-то странный слиток 10 грамм 999 проба ну такое себе ну сейчас это не очень интересно надо что-то другое вот еще слитки 250 грамм это видимо подставки 5 долларов идет ну короче какие-то слитки слитки не интересно вот 40 лир 1813 год королевство обеих сицилий мир от 810 долларов вот эта монетка такое себе так что еще есть один саверен 1800 короче я так понял что если это стоит дорого то наверное загнали в инвестиционные предметы но надо опять же изучать рынок так 15 рублей 593 доллара почти 600 долларов цена в принципе недорогая но состояние монеты не указано в названии но визуально не думаю что там что-то интересное так что еще есть короче что то есть что то есть но такое прямо пока так чтобы в глаза вот доллары 10 долларов золотые 16 7 грамм 1224 доллара ну смотрите золото сейчас на своих исторических максимумах я не вижу особого смысла покупать сейчас золотом золотом я бы немножко подождал так еще лунари есть кто-то коллекцию собрал неплохую 2 400 баксов одна монетка на танцовки 96 год 99 год 100 фунтов есть полторы тысячи долларов британские такие серии там звери королевы такое себе кстати насчет вот инвестиций до звери королевы смотрите сейчас цена за всю серию будет дорожать я думаю через несколько лет цена за всю серию звери королевы именно сразу весь набор очень неплохо подешевеет это лично мое мнение не знаю хотя может быть я ошибаюсь так 10 долларов австралия 300 короче 10 10 унцовые монеты но опять же как бы теоретически можно но вот сложно все равно продать эти монеты вот они 10 унцовые это интересно но это было бы интересно по цене серебра где-то там 12 долларов ну так чтобы заработать хотя перспектива есть но давайте посчитаем 673 доллара стоит дракон да сейчас даже интересно посчитать 673 разделить на 10 по 67 долларов унца что это за цена такая где что-то инвестиция 67 умножить на 27 и 7 это получается 1800 гривен унцовая монета ну не спорю тираж небольшой но короче не наш вариант ищем дальше что еще есть тут так у целый набор апмекс в слитках 20 монет 1 унца 17 год мексика либерта так сказать 20 монет 927 долларов 927 разделить на 20 получается по 46 почти и 5 долларов 27 и 8 пускает 1300 гривен монетка получается в принципе она в запайке апмекс идет более не менее неплохая цена но опять же 17 год в семнадцатом году это было гораздо дешевле как минимум в два раза можно еще подождать так что там еще есть 150 рублей ссср 1989 год 88 и 90 год три монеты значит 15 грамм по 700 баксов это видимо 700 850 баксов это а там 800 грубо говоря долларов и по 850 долларов это наверно платина или что-то в этом роде или палладии не мой вариант смотрим дальше что еще есть так есть какой-то ролл из 25 монет 1 доллар вот это вот интересно 2400 год австралия крокодил серебро семьсот семьдесят семь с половиной грамм четыре девятки проба так 25 монет за 1030 долларов тысяча тридцать делим на 25 по 41 доллару монетка умножаем на 27 не 8 1145 гривен грубо говоря этот крокодил отдают по цене архистратига но надо выяснить какой тираж тираж какой у этих монет интересное предложение вот это предложение интересное то есть вы до хрена серебра берете это крокодил по 41 доллару то есть грубо говоря в перспектива еще 10 долларов на монете попробовать сделать это получается 250 баксов по курсу металла можно будет заработать либо же по штучно коллекционерам продавать кто собирает такую флору фауну и у кого нет крокодила такое ну в принципе интересное предложение дальше что там еще есть остров мэн платина 1377 баксов одна монетка платина у нас сейчас стоит сколько посмотрим вот я вместе с вами сижу вот так и анализирую что почем стоит ли покупать или нет вот платина стоит сейчас 900 долларов то есть мы переплачиваем за эту монетку 477 долларов от металла сомнительно дальше полторы тысячи баксов у нас стоит 100 фунтов это наверное тоже оплате надо пишут платина за одну унцию короче платина 900 баксов просят 1560 долларов хрен его знает я не понимаю зачем ну может тираж маленький разве что но это не мне не мой уровень но это для тех кто шарит в платине вот им такое будет интересно еще платина унцовка опять же переплата 477 долларов на унции хотя с другой стороны 1377 я думаю поторговаться можно и опять же потенциалу платины теоретически до 2000 долларов может быть и доберется так тувалу золото 3 грамма 10 долларов ну такое себе короче едем дальше о смотрите появилась красавица штатовская монетка так что это у меня тут вирус штатовская монетка появилась штатовская монетка появилась 2020 год 15 с половиной грамм 670 платина прикольная монетка но ради этой бы красавицы я бы взял но если бы это было серебро но не за эти деньги 15 грамм это получается 798 то есть грубо говоря но те же 1350 долларов примерно до такое сомнительно так доллар что это за доллар девяносто девятый год серебро доли мэдисон такое это юбилейные монеты это американцам интересно дальше что тут шестой год 55 долларов юбилейка так что еще есть интересного ну короче такое себе все непонятное непонятное ну как-то я не вижу здесь понимаете вот как-то хочется вот так раз и чтобы была такая знаете как дешевая цена а тут получается все на максималках и я пока не вижу то что я бы именно купил себе с целью что это хрень подорожает ну вот как бы инвестиционный предмет я должен взять дешево чтобы продать дорого вот интересно один саверен 7 4 год остров мэн золотой 8 грамм 600 долларов блин едем дальше ну где же хоть какой-то такой интересный предмет от которого так 200 злотых 10 год польша ну вот золото продают по максималкам вот видите в чем проблема золота юбилейные монеты еще из золото очень сложно купить вот сейчас цена золото 2000 баксов ты берешь на максималках до продать выгодно купив золото когда стоило 1100 долларов а сейчас купить золото вот одна вторая саверена 2001 год 280 долларов зачем так едем дальше дукат вот этот австро-венгрии 380 долларов 10 марок тот же рядом 330 долларов ну вот я не вижу такого предмета знаете чтобы но тут короче в чем идея смотрите сейчас золото стоит до хрена платина палладе и так далее вот когда она все подешевеет вот тогда вот эти 10 крон можно себе спокойненько прикупить по цене курса 100 в этом 1100 долларов условно это будет там где-то грубо говоря там 150 долларов эта монета будет стоить а потом вот так же за 370 коллекцию кому-то продать хотя состояние изумительное 60 лет правления франции иосифа в общем такой был краткий обзор интересный странице на виолите инвестиционные предметы и я вам хочу сказать что мне больше всего понравилось на виолите интересные лоты там больше меня цепляет